Всем привет, я Леся Грузинская, и сегодня у нас подборка ароматов для дождливой и холодной осени. Ой, это как будто я прям ложку меда сразу то ли съела, то ли задохнула в себя. Где-то рядом вы проходили, ваше присутствие четко ощущается. Запах хороших деревянных карандашей для рисования. Сейчас все пошли свои коробки с карандашами нюхать. Казалось бы, в словах осень, холод, лужи, грязь нет ни единого просвета, но он все-таки есть. Потому что для нас, любителей парфюмерии, это означает, что настало время наслаждаться теми самыми ароматами, которые хороши только в этот период. Речь идет о тех ароматах, которые в остальное время либо тяжелы в носке, либо наоборот не раскрывают всего своего богатого звучания. И сегодня мы поговорим именно об этих ароматах, которые в первую очередь густые, терпкие, емкие, наверняка с медом. В общем, речь идет о тех ароматах, которые могут согреть. Ну и наконец-то настало то время, когда вы сможете расчехлить свои убойные шипры, потому что во все остальное время, в солнечные яркие дни, они выглядят как-то слишком диссонансно. А тут они вот как раз сольются с окружающей природой. Я подобрала для вас шесть ароматов, три из которых как раз глубокие и согревающие амбровые, и три убойных шипра. Начнем с аромата Самсара от Герлен, который в далеком 1989 году создал сам Жан-Поль Герлен. И его название Самсара переводится и обозначает круг жизни. Бесконечный путь жизни — это гармония с собой, это свой жизненный путь. И по задумке авторов, именно с этим ароматом женщина, во-первых, сможет приобрести гармонию с внешним миром, а во-вторых, со своим внутренним. Первое, что слышится, это довольно громкий и мощный цитрусовый аккорд. Ой, у меня даже немножко снес мои ноздри. Но не нужно на него делать большой акцент, потому что он сразу уступает место такому солоноватому сливочному сандалу. Он соединяется с тягучим ароматом иланг-иланга, ванилью и амброй. А еще я слышу здесь корень и цветок ириса, и жасмин, а еще бобы тонко. Кажется, что какие-то несочетаемые вещи, и сливочность, и сладость, и соленость, и все это вместе, но получается какая-то такая очень округлая форма, представляется из разряда белой статуи какой-нибудь прекрасной богини. Не зря все-таки колесо самсара – это округлая форма, вот и этот аромат ощущается каким-то таким плавным и обтекаемым. Дальше перейдем к теплому, сладкому, элегантному такому вечернему аромату, который называется гучи-байгучи. Ой, это как будто я прям ложку меда сразу то ли съела, то ли задохнула в себя. У него мед, цветы и сладость. Вообще его относят к шипрово-цветочным, но он не пронзительно острый, как обычные шипры, а наоборот какой-то такой тягучий, густой, наверное, за счет своей сладости – медово-цветочно-фруктовой. И несмотря на то, что все, что я перечисляю, казалось бы, очень сладко, в нем нет такой навязчивой приторности и вычурности. Он подойдет очень хорошо, например, для каких-нибудь вечерних посиделок осенних, может быть, где-нибудь у камина или в кафе с подругами. Ну или, да, и для прогулок в парке тоже будет отлично. И третий согревающий аромат на сегодня – это Амбре Султан от Серж Лютанс. Сразу из названия понятно, что здесь есть амбра, и более того, я могу сказать, что по моему мнению и мнению многих людей – это эталонная амбра. То есть, когда вы здесь ее почувствуете, вы потом сможете определять этот аккорд в других ароматах. Я думаю, что вы по названию уже догадались, что Султан – это что-то про Восток. И, ой, такое ощущение, что я оказалась на восточном рынке, где куча торговцев пытаются мне сразу все свои специи продать. Здесь смолы и очень много специй. Такой прям восточный базар. Здесь на прилавках и кориандр, и лавровый лист, и орегано, почули, мирт с огромным количеством смол, включая миру и бензоин. И все это на подложке из сандаловой древесины и амбры. И вот этот аромат, он настолько, настолько горячий, что может согреть в отсутствии горячего мужчины рядом. Кстати, про мужчину. Этот аромат абсолютно унисекс. И на мужчине, и на женщине, мне кажется, будет звучать одинаково прекрасно. Я не могу оторваться от блотера, если честно. Он звучит настолько благородно и породисто, что мне уже хочется прям выпрямить спину, задрать голову и пойти в этом аромате куда-нибудь. О, а еще он мне напоминает запах таких хороших деревянных карандашей для рисования. Ну и, собственно, переходим к шипрам. Первым шипрам я решила выбрать легендарный аромат от Estée Lauder, который называется Knowin. Он был создан в 1988 году. Да, у нас парочка старичков сегодня здесь завелась. Создал его парфюмер Жан Карлио, и этот аромат стал бестселлером того времени, а еще и бессменной классикой вообще на все времена. Это такой прям древесно-цветочный шипр с медом, с горчинкой дубового мха, с травами, специями. Вообще на фрагрантике у него заявлено около 25 нот в пирамиде, и я вам скажу, что на то время это считалось нормой заявить вот такой вот список нот. Но я среди них ярче всего чувствую медовую мимозу, дубовый мох, почули, огромное количество специй и яркие альдегиды. А фоном идет такая глубокая, черная, как я прям сегодня, роза с животными нюансами. Насколько же многогранные и сложные ароматы тогда создавали. Это вам не один аккорд какой-нибудь, это целый лесной орган, на котором играет какая-нибудь ведьма, которая из всего, что нашла на лесной опушке, решила сварить зелье и залила его в этот флакон. И вот как раз в дождливую погоду, мерзкую и гадкую, этот аромат сделает из вас лесную фею, и за вами будет волочиться такой медово-зеленый шлейф, который все вокруг будут чувствовать, ощущать и восхищаться вами. Если предыдущий аромат можно было отнести к классическим и аталонным шипрам, то следующий аромат кисас, кисас, кисас от испанского бренда Луэва по официальной классификации вообще не является шипром. Но когда нас это останавливало? Просто его можно отнести не к классическим шипрам, построенным вокруг классического шипрового аккорда, а это современный шипр, который построен вокруг пронзительно-острого запаха пачули. О, мне нравится это дерзкое сочетание, это кисло-сладкие ягоды, нежный жасмин, здесь терпко-свежий смородиновый лист, острые пронзительные пачули, но к базе это буйство все стихает и проявляется древесно-амбровая база с такой легкой медовостью и табачностью. Если кто-то смотрел сюжет подборку ароматов, вдохновленный Испанией, то там этот аромат был. Ну, во-первых, это испанский бренд, прекрасен. Во-вторых, потому что тогда он подходил по настроению дерзкий, яркий. И знаете, осенью иногда хочется пройти так, чтобы даже на улице все поняли, что где-то рядом вы проходили, ваше присутствие четко ощущается. Он, правда, дерзкий, яркий, напористый, но мне нравится, что при наличии такого большого количества фруктов и ягодок, он не банальный. Ему вот эта табачность придает какого-то интересного и такого глухого аромата табачного листа. И третий шипровый аромат – это белые пачули от Тома Форда, известнейший аромат, который с одной стороны ассоциируется с чем-то классическим и правильным, а с другой стороны он дерзкий и своенравный. Это как сексуальность, но при этом такая, знаете, холодная, как лед. Вот ты увидел женщину, ты ее возжелал, а она тебя на расстоянии вытянутой руки держит. Мне представляется образ такой современной бизнес-леди в шикарном белом костюме, классическом и официальном, но надетом на голое тело. В целом это такой яркий классический шипр, построенный на сочетании розы и пачули. Они обыграны кориандром, белыми цветами и пионом, а в базе проявляется амбровая древесность с ноткой такого особого серебристо-звучащего ладана. Здесь очень необычные пачули, они звонкие, звучащие, но при этом чистые такие, не уходящие ни в земляную сырость, ни в глубокую шоколадность. Я не знаю, как они этого добились, но аромат белый. Здесь белые пачули, вот прям как самый вот этот флакон. И это удивительно. Кстати, он звучит абсолютно унисекс, как вот один из предыдущих ароматов, который я уже говорила про Сержа Лютанца. Точно так же будет хорошо сидеть и на женщине, и на мужчине. Он создает такую ауру чистоты, благополучия, респектабельности. И несмотря на то, что его часто любят носить в жаркую погоду, попробуйте его именно холодной осенью. Это просто бомба. Это был финальный аккорд нашей осенней подборки, и я надеюсь, что эти теплые, уютные и шипровые товарищи помогут вам пережить это непростое время, когда холод и слякоть, а с ними, я думаю, будет бодрее и веселее. Не забывайте, что на каждый аромат под видео есть ссылка, вы можете по ней перейти, подробнее прочитать информацию об аромате, узнать отзывы и цену на сайте духи.рф. Там же ссылка на наш инстаграм. Пишите в комментариях ваши личные рекомендации, какие ароматы вам повышают настроение, когда на улице холодно, мокро, слякоти, вообще, казалось бы, выходить не хочется, но с каким-то вашим любимым ароматом вы все равно всегда выходите на улицу. Не забывайте про комментарии, лайки, подписку на наш канал, если до сих пор не подписаны, и колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я решила отправиться на восточный рынок. Субтитры сделал DimaTorzok